Чуть больше недели назад общественность Приморья, уже привыкшую за последнее время к политическим потрясениям, всколыхнула новое событие. Новый в Рио-крае Олег Кожемяк опадет на следующие губернаторские выборы, как самовыдвиженец, что демонстрирует уверенность в своих силах и предполагает продуманную стратегию ведения выборов. И это несмотря на то, что Кожемяк входит в состав Единой России, а также является членом Президиума Регионального Совета партии. Обсудили губернаторскую повестку в студии Радио Лемма политологи и обозреватели вместе с журналистом Андреем Калачинским. Чем еще запомнился Олег Николаевич за первые полторы-две недели своего руководства Приморским краем? Его первые шаги. Много действительно было сделано правильных шагов. Вы вот говорили о встречах и с главами муниципалитетов. Я вот вспомню его выступление на конгрессе Рыбаков, где он достаточно жестко прошелся на взаимоотношениях региона и Москвы, отметив, что большая часть федерального бизнеса и московского, она заинтересована в первую очередь на получении прибыли в регионе. С тех же причалов, портов, в той же находке, да, то есть вот он правильно сделал сцент на то, что да. Стоит отметить, что тогда же Олег Кожемяка предложил, чтобы Приморский край в решении портовых вопросов получил больше вес в глазах центра, расширил свои полномочия региональной власти. После обсуждения текущих экономико-законодательных инициатив, спикеры вновь вернулись к теме самовыдвижения Кожемяка, а именно к решению законодательного собрания вернуться к традиции 2004 года. Я противник того, чтобы менять законодательство по конкретную ситуацию. Ну здесь же изменили под Кожемяку. Ну изменили же под Кожемяку в один момент, по щелчку пальцев, по свистку. Вернули справедливость. До 2004 года самовыдвиженцы участвовали в выборах. И это, в общем-то, было правильно. Вернули под народ. Вот Кожемяка всем сказал, выдвигайтесь не от партии, а самовыдвиженцами. Чего вы прикрываетесь за партиями? К слову, это решение, помимо прочего, обязывает назначенного главу региона Олега Кожемяка перед началом выборов собрать около 7 тысяч подписей, обеспечивающих легитимность его участия, как кандидата. Евгений Черемухин, Новости на Восьмом.